Добро пожаловать в общину Орхомашея И, знаете, я очень рад видеть их в служении и то, что Бог делает с ними, особенно с ними. И надеюсь, что в следующем году проведем еще там фестиваль. Возможно такая вещь? Может быть. Будет интересно. Ну что, мы поедем туда? В все общины? Это же недалеко, правда? Вы знаете, в канун Суккота я бы хотел поговорить об одной теме, которая очень, наверное, касающаяся каждого из нас. Тема моя очень такая, может быть, сложная, но само название, наверное, привлечет ваше внимание. Одиночество, бич современности. Кто из вас уже, проживя долгое время верующим человеком, чувствует себя одинокими? Один, два, три. Посмотрите, вот я хочу, чтобы вы были реальны. Я хочу с вами поговорить, как ребят, как пастыр, о том, что фактически, несмотря на то, что люди в какой-то момент своей жизни изменили свой образ жизни, пройдя какой-то путь, переживают одиночество. Многие из вас не поднимают руки, потому что стесняются того, что вроде бы, как я верующий человек, у меня есть вся надежда на Бога, у меня есть Писание, которое мне говорит о том, чтобы я надеялся, радовался о Боге моем, и при всем этом у меня нет надежды, у меня полное одиночество, я, будучи живым, человеком остаюсь в одиночестве. Многие из нас, находящиеся в этом зале, в прошлом, вот, в среду, вместе с нами проходили собрание Йом-Кипур. И мы говорили, все наши грехи, все наши согрешения или преступления мы исповедуем при тобой. Вы знаете, я очень рад тому, что многие из вас были на этом собрании, и мы, знаете, вот, как будто перешли эту грань. Мы как будто отпустили все, что у нас было в прошлом году в бытие, и на самом деле оно так и есть. Мы, исповедая перед Богом все свои проблемы, ситуации, мы закинули за хребет бытия то, что мы исповедали. Но при всем этом, при всем этом приходит чувство, при всех наших исповеданиях, при всем то, что нам говорили сделать, пойти примириться, приходит чувство, что все в мире в этом каким-то образом возвращается обратно. Мы ничего не можем вернуть, то, что мы исповедовали вчера или там в среду. Мы не можем изменить прошлого, и на самом деле даже не можем вспомнить то, что мы делали в прошлом году. Мы можем предполагать, но в том смысле мы не можем открыть это. Напрашивается простой, логичный вопрос. Тогда почему при том, что я исповедовал пред Богом все мои дела и так далее, у меня остаются чувства, которые не покидают меня. У многих из нас есть два чувства, которые нас не покидают. Первое чувство, чувство одиночества, потому что ушло все. И второе чувство, что жизнь не имеет никакого смысла. Кто из вас задумывался о том, что жизнь не имеет никакого смысла? Мы с Татьяной помогали молодым ребятам, кто-то из них, я называю, цирюльники. Молодые ребята, которые стригут бороды, брою. Там мой сын меня с ними связал, потому что я несколько раз у них брился для почета такого. И они попросили меня сделать несколько фотосессий вместе с ними на аэродроме здесь. Ездил на гидроародром, в гидропорте. Мы стояли на этой площадке, видели, как люди взлетали, поднимались на самолетах. Смотрели вдаль и понимали, что вот так люди живут просто. Вот это была небольшая бывшая армейская база или военная база. И мы спрашивали людей, которые охраняют. Говорят, здесь 8 тысяч человек живут. Я говорю, и как, живое все? Говорят, ну да, конечно, но так чувствуется одиночество людей. Несмотря на то, что мы живем в современном мире, сдаемся вопросом, а что происходит? На это послание меня натолкнуло одно общение с человеком, который приглашал людей в новую открывшуюся общину. Новая у нас открылась община на Котовском после фестиваля. Пришла одна женщина, которая говорит, вы знаете, я так рада, что открылась община, потому что при живых детях у меня полное одиночество. Меня никто не посещает, со мной никто не разговаривает. Я надеюсь, что в этом обществе у меня есть надежда, что не все так закончится, что я не закончу свою старость или свой возраст в полном одиночестве. И знаете, Писание говорит, Псалом 67, «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорных остаются в знойной пустыне». Интересно, для чего именно такое послание, что одиноких, людей, которые чувствуют себя обозначены, «Бог вводит в дом». И это не зря, потому что Бог говорит, «Мой дом» назовется домом молитвы. «Мой дом, который я созидаю здесь, на земле, это община, в которой есть и исполняются наши нужды, где одиночество заменяется общением». Бог желает, чтобы каждый из нас имел друзей. Одиночество – это что-то за проблема. В таком обществе, в котором мы сильно развивающимся, технологическими процессами или прогрессом телекоммуникации, почему мы в нашем современном обществе сталкиваемся с проблемой полной изоляции? Что это за проблема? Я понимаю, что когда-то в прошлом не было ни телевизоров, ни радио, ни телефонов, ничего, то можно было жить в селе, и, понимаешь, проснулся утром, и как будто один в одиношеньке полностью, никого нет. Но знаете, почему тогда, когда мы живем в таком мире, у нас жизнь становится борьбой за общение и внимание? Вы замечали, что мы боремся за общение друг с другом? Мы боремся за внимание? Вчера мы были здесь, в нашем районе милиции, делали заявление, и там девушку поймали с поличным. Она ходила по магазинам большим, брала мороженое, кушала и колбасу. И ни за что не оплачивала. Прилично одета. Прилично одета. На каблуках, новые джинсы. Прилично одета. Симпатичная девушка, знаете. И вот я наблюдал за ней, и я смотрю, что у нее в голове, она высказывает какие-то вопросы, почему меня вообще сюда привели, что я такого сделал? Я просто шоколадку съела. И что такое? Что мне за это посадить? Она привлекала к себе внимание. Она разговаривала с одним человеком, с другим. И вот она боролась за то, чтобы ее заметили, чтобы на нее обратили внимание. И ситуация сегодня в нашем обществе реально, она такова. Мы хотим внимания. Мы боремся за внимание. Мы боремся, чтобы не быть в одиночестве. И суть, как Писание говорит, он одиноких водит в дом. Знаете, этот вопрос весьма актуальный для верующего общества, для всех нас. Он весьма актуальный по одной причине. Мы живем в этом мире. Мы как губка, как спанчбаб. Каждый из вас, знаете, такой мультик уже дети имеют, или внуков. Это желтая губка, которая все в себя впитывает. Несмотря на то, что у нас путеводителем жизни, наша настольная книга стала Библия, несмотря на то, что мы читаем ее, смотрим передачи, мы живем в таком мире, где невозможно себя отделить и не замечать проблемы общества. И общество имеет силу влиять на нас изнутри. Оно влияет на нас, и мы не замечаем, насколько мы становимся подобным этому миру. Несмотря на то, что Библия стала для нас этой книгой, нам нельзя забывать, что нам необходимо преодолевать эти трудности. Один из вопросов, как нам преодолеть это все, если мы не можем избежать одиночества, общества, потому что я путешествую по всему миру, я вижу, как идет такое глобальное состояние в одиночестве. Знаете, мы делаем все возможное, и смотря за вами, за собой, за каждым из членов общины, я замечаю, как мы делаем все возможное, чтобы предоставить нашим близким, родным все необходимые для того, чтобы оставаться с ними в контакте. На самом деле, мы покупаем нашим детям телефоны, чтобы мы их могли контролировать. Мы делаем необходимое, чтобы знать, где наши дети, где наши родители находятся. Мы все делаем, чтобы с нашими близкими у нас оставалась связь на долгие-долгие время. И все же мы делаем для наших детей большую-большую медвежью услугу. Вот на что похожа современность. Мама, вот вам телевизор, чтобы вы не скучали, вот вам телефон, чтобы я к вам не приезжала, интернет, чтобы я на вас не кричала. Мама, все вам, только для вас. И знаете, мы сами закладываем основания для нашего собственного одиночества. Мы готовы сжатывать всем, чтобы стоять в связи с нашими родственниками, близкими, теми, которые у нас вокруг. И при всем современном обществе мы делаем все необходимое, и все подсознательно, чтобы потом остаться в одиночестве. Я не идеальный пример для вас. Я также не так часто звоню своей маме и своему брату. Но знаете, я очень хочу преодолеть суету своего графика работы. Я хочу преодолеть ту занятость, в которой у меня зачастую вкладывается моя жизнь. Я хочу стать человеком, который не безразличен к нашим старикам, которые живут на нашей улице и подросткам, сорванцам, которые балагурят в следующем подъезде. Я не хочу остаться равнодушным к тем людям, которые нуждаются и молодежи, которые, например, нуждаются в нашей помощи. Например, как я уже сказал, это молодежь, которая поднимается в бизнесе. Они своими руками стригут, вышивают, они там делают какие-то сайты, они приглашают нас пообщаться, и мы с удовольствием это делаем. Я хочу быть частью людей, молодых людей, которые идут под хупом. Я хочу даже быть тем, кто привезет этого младенца из роддома. Я хочу быть тем христианином, который Бог меня призвал быть, не оставаться в одиночестве, не закладывать основания для собственной старости, где меня будет мучить мое одиночество. Я говорю это очень смело, потому что у нас есть тенденция в обществе, и нам у нас есть тенденция остаться похожим на это общество в одиночестве. Бог хочет, чтобы мы были счастливы и относились друг к другу правильно. Матфея 7 глава 12 стих говорит, «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Мы говорим об одиночестве, мы говорим о том, что одиночество является бичом для сегодняшнего современного мира, и если мы хотим избежать его, и мы хотим быть людьми, которые к нам бы относились по-другому, тогда мы сегодня должны заложить основание для этого общения, чтобы с нами поступали так, как мы сегодня поступаем с людьми, которые вокруг нас. Притча 18-25. Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Не имеется привязанный к ноге твоей, а он привязанность к твоим чувствам, к твоим отношениям. Для этого у нас в общине есть уютные дома, мы называем домашние группы. Там, в этих группах общения, есть молитва, где одинокие могут чувствовать себя частью общества, где разочарованные смогут увидеть надежду. В этих группах рождается отношения. Ведь в этом месте мы можем получить определенное Богом предназначение. Мы можем поделиться своими чувствами, переживаниями, своими несправедливостями и преодолеть ту несправедливость, которая окружает нас в этом мире. Наша с вами борьба за жизнь. За жизнь. Ишуа говорит, я хочу, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Люди иногда думают, это деньги. Избыток денег никогда не говорит о счастье. Избыток, когда наши сердца говорят то, что нам положено Богом, где мы ободряем друг друга, поддерживаем друг друга, где мы можем пройти даже последний путь с человеком, где мы можем приходить в дома тех, кто страждает и тех, кто радуется, приходить на бармицу, батмицу, приходить в дом, где мы можем помогать друг другу видеть нас другими. Наша жизнь, борьба, зачастую мы включаем больше самолюбие, нежели самопожертвование. Мы себя сильно любим. Это реальность. Сегодня общество себя очень любит. Им все равно за чужие проблемы. Скоро выборы. Каждый думает только о себе. Никогда не думает о том, что будет людям лучше. Но в канун Суккота, который наступает завтра, а мы будем праздновать на следующей неделе, я призываю всех нас с вами стать дружелюбными. Я призываю вас стать дружелюбными. Суккот это не просто построить шалаш, кто-то может на балконе это сделать, может быть в огороде или других местах. Не только это место, где мы проводим наш ужин или же завтрак, или кушаем там. Это приглашение людей. Это связь с людьми, которые и тебе по душе, и с людьми, которые нуждающиеся. Все, что я хочу сегодня сказать, это преодоление наших трудностей. Каждый из нас проходит трудный момент жизни, жизненного бытия. Каждый может сказать, ну жизнь это сложная штука. Кто из вас скажет, что жить легко? Нет. Для тех, кто может быть подростки, 12 лет, для них все сейчас легко. Все легко. При всем том, они считают, что жизнь несправедлива, потому что папа с мамой наказывают их. Вы знаете, все-таки каждый из нас понимают, что борьба за жизнь стала непосредственной необходимостью в нашем бытие. Например, бытие 3 глава 17 стих. С чем связана наша борьба за жизнь? С тем, что в идеальном мире, который создал Бог для Адама и Евы, произошло падение. Именно падение, именно совершенный грех сделал атмосферу борьбы человека за выживание и сказал, Господь Бог мужчине, я запретил тебе есть плоды от этого дерева, ты же послушался свою жену и ел их, и за тебя я прокляну землю, и ты будешь тяжко трудиться всю свою жизнь ради пищи, которую родит земля. И вот там одно слово, ты будешь бороться за свою жизнь, ты будешь бороться за свою жизнь. Грех сделал так, что человек борется в трех направлениях, в трех направлениях человек имеет борьбу, это борьба друг с другом, борьба с самим собой и борьба с Богом. Три направления, и вот одно из них, борьба друг с другом. Знаете, это чувство нам всегда известно, это вообще как бы у нас это принято среди людей. Однажды, вот я уже говорил в прошлый раз, в Ильичевской, когда мы проводили великолепный фестиваль буквально неделю назад, и знаете, многие люди, стояли и смотрели на ту машину, которая там была. Я вам сказал, что вот этот автомобиль, я его долго-долго собирал. Я вкладывал идеи, смысл, я делал этот автомобиль с сердцем, и он стал уникальным, может быть, своего рода. И люди говорили, о, какое творение, о, какие вещи кто-то там вложил. И знаете, я говорю, вы удивляетесь тому, что человек сотворил, вы удивляетесь тому, что можно было вообще с этого сделать, а видя друг друга, вы не замечаете, как сильно Бог вклал в вас уникальность и способность и красоту. Мы не замечаем друг друга как людей, потому что мы привыкли к этой борьбе, внутренней борьбе друг с другом. Один из примеров такого человека, который боролся всю свою жизнь, это был Иаков. Иаков это про отец евреев, это патриарх еврейского народа. Он всю свою жизнь именно вложил в борьбу, борьбу против с другими людьми. Вся его жизнь сложилась в картину постоянных недопониманий, обманов, манипуляций, страхов. Каждый хотел с него что-то иметь. Вы знаете, мы привыкли к тому, что мы лично отвоевываем свое место под солнцем. По этой причине мы боремся за то, чтобы нас услышали. Несмотря на все качества нашей христианской любви, мы все равно боремся с недопониманием, конфликтами, безрабственностью. Мы устраиваем соревнования между собой. Вот этот, знаете, кто лучше, кто умнее, кто красивее, кто худее, кто может вообще интеллектуально больше создался, у кого какое место иметь в служении, не в служении, в лидерстве, без лидерства. В этом мире мы видим другого человека, как человека, с кем можно будет поконфликтовать. Нас всегда толкают на борьбу друг с другом в разочарование в других людях. И некоторые люди разочаровываются в нас. Яков имел множество проблем с братом своим Исавом. Это была братская борьба. Вы знаете, Яков имел проблемы со своими женами. большие проблемы со своими женами. Поэтому, честно скажу, почему, знаете, если почитать, почему не нужно иметь много жен, что полигамия, она запрещена, можете почитать 30 главу Бытия. И так вы поймете, что на свою голову имело все. Ну, смотрите, вы можете сказать, но ведь Богом, ну, как бы, Он же так, ну, разрешил, типа, иметь много жен, рабство. Ну, конечно же, в Библии написано, что там и было насилие, убийство. Но разве к этому Бог благоволит? Есть многие вещи, которые описаны в Библии, но к этим вещам Бог не благоволил. Он открывает сущность человека для того, чтобы мы смотрели в это зеркало и не совершали таких же самых проблем. Ситуация, она очень проста. Следующая борьба, которую мы ведем, это борьба с самим собою. Наибольшая, наверное, проблема, это когда мы боремся с самим собой. У нас люди, мы с ними боремся по каким-то позициям, на работе, в служении, еще в домашних группах, в своих семьях. Самая большая проблема, это мы с вами. Внутренняя борьба. и наиболее страшная, наверное, когда мы переживаем то, что другие люди переживают каждый день. Мы с вами боремся с самим собой больше всего. Мы боремся за собственные страхи. Мы переживаем за ошибки, наши искушения. Мы боремся с искушением, которое мы проходим. Мы боремся за несовершенство, которое у нас есть. Мы боремся с нашим осуждением, нашими сожалениями, слабостями, страстями, гневом, несдержанностью. Мы боремся с грехом, который внутри нас. И мы, на самом деле, иногда проигрываем ему. Мы постоянно боремся. Мы боремся за собственные манипуляции и унижения. Мы боремся с гордыней и тщеславием. И я вам покажу один из примеров из Писания. Раф Шаул, Павел, послание Крылья напишет такие слова. Ибо мы знаем, что закон духовен. Он сам о себе говорит. Он говорит о борьбе, которая у него внутри создается. И он говорит, ибо не понимаю, что делаю, потому что не делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Он говорит, я постоянно в борьбе, которая нахожусь. Если делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добрый. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне то и сплоти моей доброй, потому что желание добра есть у меня, но чтобы делать онные, то не нахожу. Вы услышите борьбу, которую ведет Раф Шаул? Доброго, которого хочу, не делаю, а злой, которого не хочу, делаю. Постоянная борьба, которая внутри нас. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, как каждый из нас. Мы по внутреннему своему человеку приходим на собрания, мы идем в домашние группы, мы читаем Писание, мы поем, мы делаем все необходимое, потому что мы любим Бога, любим Его закон, но по внутреннему человеку нахожу, но в членах моих вижу иной закон, противоречащий, противобойствующий закону ума моего. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела? Вы знаете, когда мы говорим о проблеме одиночества, а вот эта проблема одна из того, что мы видим. Мы часто делаем то, чего не хотим и наоборот. Мало того, что мы имеем постоянную борьбу по отношению с другими людьми и даже сами собой разочаровываемся в самих себе, мы разочаровываемся в людях, но знаете, все это, то, что мы имеем разочарование в людях, например, борьба с людьми и самим собой, имеет основание в нашей борьбе с Богом. Удивительно. Мы даже не думаем об этом. Мы делаем произвольное того, что мы внутри себя переживаем. Самое, наверное, скрытое состояние, когда мы боремся с Богом. Я не могу искренне сказать, что наши проблемы с другими людьми и с собой, они просто так проходят. Я могу утвердить то, что они вытекают из наших отношений к Всевышнему. Мы подсознательно имеем конфликт с Богом. Борьба с другими людьми всего лишь проявление того, с чем мы не согласны с Богом. Вы спросите, почему мне, зачем мне бороться с Богом? Если Он великий, сильный Бог, зачем мне бороться с Богом вообще, как бы, по сути? Я вам скажу, почему. Есть две причины. Первая причина, мы сомневаемся в Его мудрости. И вторая, мы хотим руководить собственной жизнью. Две вещи, которые вводят в нас конфликт с Богом. То, на чем мы боремся с Богом. Первое, это сомневаемся в Его мудрости. И второе, мы хотим контролировать собственную жизнь. Как мне объяснить это? Как я это вижу? Мои дети, мои личные дети, никогда не сомневаются в моей отцовской любви. У меня нет причины, как бы сказать, по-другому. А я все делал, чтобы мои дети чувствовали мою любовь. И ваши дети также. Дети наши чувствуют нашу любовь. Они не могут отречься от нее. Она есть. Но знаете, где они имеют с нами борьбу, они сомневаются в нашей мудрости? Что я имею в виду? Мы никогда, наши дети никогда не сомневаются в том, что мы их любим. Но когда мы им даем совет, они думают, папа в такой ситуации никогда не был. Но в такой ситуации, как я был. Они никогда не смотрят на наш опыт, на наши советы из того, что мы из личных отношений с Богом, даже божьей откровения, которые мы получаем от Бога, вещах, которые мы имеем, ответили на их дел. Мы даем им мудрые советы, и они говорят, мы вас любим, но в такой ситуации вы никогда не были. И делают по-своему. Напоминает ли это нас с вами? Конечно. Мы, никто из нас не сомневается в Божьей любви. Я даже знаю людей, которые говорили мне, ну и что, что я вот так поступаю по жизни, но меня же Бог любит, я же от Него не отрекаюсь, Он меня так сильно любит, и Бог не хочет злого, не желает мне худого, ничего. Я говорю, все правильно, но советом ты его пользуешься? наши дети когда попадают в какие-то ситуации по-своему сделали, приходят или мне говорят, надо было поступить, как ты сказал. Мы приходим к Богу, потом плачем и говорим, надо было поступить, как ты сказал. Бог хочет нам помочь. Вот этот конфликт, который мы имеем внутри, и наша борьба вводит нас как раз в состояние такого, жизнь, она вообще имеет смысл или нет? Может вообще нам что-то помочь? Мы потом говорим, а почему это не произошло, как я хотел? Почему Он не смог мне помочь в то время, когда мне это абсолютно необходимо? Почему не могу так поступать, когда все так делают? Помните, я говорил, что мир влияет на нас очень сильно. Мы должны хранить себя. Почему Бог не смог для меня сделать исключение? Когда говоришь молодым людям, что посмотри, есть опыт, который говорит о Библии, о котором уже прошли некоторые поколения. Вот что тебя может ожидать при твоем хладнокровном и, можно сказать, неком бессмысленном решении, которое ты делаешь? И каждый из них буквально может сказать, послушайте, у меня не будет как у всех. Для меня должен Бог сделать исключение из правил. Я вам хочу заверить. Никакого исключения из правил у Бога нет. Мы себя вычеркиваем из правил. у Бога есть принципы, с которыми он дружит. Осия. Я вас читаю одну историю, высказывание Осии о Якове. Но почитаю вам на украинском языке, потому что там очень хорошая цитата. «Вин в утробе тримав запяту своего брата, а в силе своей он боролся с Богом». На русском он в утробе матери боролся с своим братом, но держал его запяту. Но здесь имеется вопрос о второй половине. «А в силе своей боролся с Богом». Будучи еще в утробе матери, он решал свой конфликт. В утробе матери он держался запяту брата, и в это же время он имел эту борьбу с Богом за свое первородство, за свое влияние, за свое место в истории. Как много из нас похожи на этого человека, который стал потом братцом всего Израиля. Услышите, у нас есть всегда причины бороться с Богом. И знаете, через время, проходит время, и Яков встречается, мы называем это борьба, которая происходит с Богом. И то, там написано, некто пришел и боролся с Богом. И Яков при всей ситуации, которая происходит у него в жизни, у него уже есть семья, у него есть богатство, у него люди, и Бог говорит, пришло время тебе возвращаться в дом Отца твоего, то есть в землю, которую я тебе обещал. И он вспомнил, что его брат ищет его жизни, ищет его смерти фактически. Что делает Яков? Он разделяет свои станы и идет к Богу, как многие из нас идут к Богу. Написано, что он боролся с Богом. И когда я читаю это, мы понимаем, что Яков боролся с Богом. И вопрос очень такой интересный состоит, зачем вообще он борется, что происходит. Смотрите, это 32 глава, 25 и 26 стих. И увидев, что он не одолевает его, коснулся сустава бедра его и повредил сустав бедра у Якова, когда он боролся с ним, и сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. И Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Я знаю, в этих словах, в этих стихах есть суть, борьба с Богом. Но не знаю, заметили ли вы или нет, нету победителя. не написано, что и боролся и Яков и победил его. Не написано, что и другой боролся с Яковом и победил его. Не заметили, да? Я знаю, что у меня так иногда мозги работают по-другому. Ведь Богу нет ничего невозможного. Правда? И все. И ангел гордливый, осеняющий, мгновенно упал с неба на землю. В мгновении ока. А тут Бог борется с человеком. И не написано, что он побеждает. Он видит, что он одолевает, но не побеждает. Мы с вами всегда имеем натуру борьбы с Богом. И мое личное понимание, вы меня простите, что я так буду говорить, я думаю, что Богу нравится, когда мы боремся с Ним. Знаете, почему? Не сравнивать силы. Мы понимаем, что всемогущие, но с кем бороться тогда, если не с Ним? Он схватил, говорит, я не отпущу, пока ты что? Не благословишь мне. Ключевая часть борьбы была в том, чтобы надеяться только на Него. Бог предоставляет возможности для нас с Ним побороться о ситуациях в нашей жизни, за наше одиночество, за наше отношение в общине, в семье, в эти обстоятельства. Он нас вводит, чтобы мы боролись с Ним, потому что при всех обстоятельствах независимо, как бы не прошел этот, как бы не закончилось бы все, последний путь, последний мефатический, последняя черта, ты, кто меня благословишь. Я хотел бы, чтобы вы услышали, о чем я говорю. Жизнь, она не заканчивается. Невозможно смотреть на жизнь, как будто это пустое место. В этой жизни мы будем иметь борьбу постоянное. И первая и основная проблема это наша борьба с Богом. Она существует для того, чтобы не побеждать в ней. Потому что многие из нас, как маленькие дети, мы прикидаемся на пол и начинаем кричать, мне это надо сейчас и много. Потом начинаем вспоминать все заповеди, которые он говорит, ты же обещал, что ты мне все дашь, я ничего не буду нуждаться, как маленькие видишь детей, которые кидаются на пол, и они говорят, давайте мне сейчас. Мои дети пару раз только сделали, я говорю так, послушай, мне больно ты не делаешь, ты знаешь, что нужно кричать громче, чтобы тебя услышали. Я помню, как это было. Кто-то там упал, и говорит, мне надо сейчас, я говорю, надо, надо, и я с ним тоже так вот переключил, он понял, что не нужно так делать. Потом смирился, говорит, папа, давай поговорим. Услышьте, есть моменты в жизни, когда нам кажется, что мы имеем на что-то право, потому что там записано все эти заповеди, обещания Божьи, но посмотрите, борьба Иакова состоялась в том, что у него были свои страхи, перед ним была неизвестность, он пересечет эту реку, и там ждет его брат, брат, который отнимет у него все, что у него есть, его жизнь будет ничто, и все обещания, которые были до этого, могли быть прахом, и он идет на эту борьбу с Богом, и Бог говорит, я хочу тебя благословить, я хочу изменить тебя. Наша борьба с Богом это то, что дает нам силы. Эти обещания сегодня Бог оставляет через своего сына Ишуа, нашего Мессию, с которым мы часто боремся, мы с ним спорим, мы противоречим всем нашим, может быть, позициям, но, знаете, он стал гарантом для каждого из нас. Я вам хочу зачитать нашу борьбу с Ишуа, вот нашу борьбу с Ишуа. Об этом написали пророки, в пороческом послании Исаии говорится, Господи, кто поверит услышанному от нас? Наша борьба, наше пререкание, кому открылась Меса Господня, ибо Он зашел перед Ним как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в Нем величия, и мы видели Его, не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Что-то происходит, Бог хочет нашего внимания, а мы от Него что? Отворачиваемся. Наша постоянная борьба с Ним. Он был призрен, умолен перед людьми, муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Еще одна часть, мы отвращали от Него лицо свое. Он был истязаем, истязаем был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его, мы исцелились. Он изязем был, он истязуем был, но страдал добровольно, и не открыл уст своих, как овца, веден был на заклание, как Агнец пристригучим был безгласен, так он не открыл уст своих. Это время, время приближения к Суккоту, праздник, который дает нам надежду. Я предлагаю сейчас каждому из нас, каждому из нас, потому что здесь нет исключения. Мы боролись с Богом, мы боремся с Богом постоянно, и такое иногда приходит чувство, что вся жизнь вообще ничего не стоит, она никому не нужна. Чувство одиночества, которое у вас есть при всех ваших телефонных связей, телевизоров, общения, интернета, оставляет доброго. Еще хотелось бы, чтобы оно изменилось. Проблема зачастую лежит внутри нас. Я уже говорил, мы сражаемся друг с другом, с собой. Давайте решим самую главную проблему, наше отношение с Богом. Ям-Кипур прошел. Но если у вас остались чувства, я сейчас хочу, чтобы все мы стали наши ноги. если вы устали бороться с Богом, давая Ему реальные вопросы, почему ты меня не предостерег в этой ситуации или в той? А почему ты для меня не сделал особенного исключения из правил? Я вам хочу одну вещь сказать. Есть ситуации, которые не будут меняться. Одна из них это старость. Вы не можете взять сказать хочу быть Кощеем Бессмертным. Но невозможно. Ситуация, когда вы не сможете повлиять на нее. Вы не сможете постоянно оставаться молодыми. Или нет? Подольше. Знаете, подольше. Главное, чтобы с разумом дружить. К своей старости. С разумом дружить это очень важно. Я молю Бога, чтобы я умер в здравом уме. Чтобы за мной не ухаживали, не убирали за мной. Посмотришь со стороны, это же ты духа такая полная. Поэтому я хочу лучше умереть спокойно, с Библией в руках, но не в собрании. Потому что потом для вас будут проблемы. Что умер человек прямо на служении. Вам же отвечать. Мне уже не нужно. Мне будет быть Богом поговорить. Есть вещи, которые не меняются, могут не измениться. Например, здоровье ваше. Когда-то в жизни вы сделали огромную ошибку, Бог говорил, не нужно. Не стоит рисковать, не нужно думать, что все так просто будет. И у вас есть состояние вашего здоровья, которое только великое чудо Божие может изменить. Я не хочу унижать вашу веру, я не хочу вас крушить, но хочу вам сказать, что от того, что изменится оно или не изменится, ваши отношения с Богом не должны быть постоянно в контре. Если ты мне это не дашь, то я не буду тебе служить. Если ты мне это не предоставишь, то я упрусь вот так вот. И постоянно иметь конфликт с Богом не стоит. Он Бог. Он Бог. Нет выигрыша. Вы не выиграете в своей борьбе с Богом, но вы приобретете. Приобретете его благоволение. Вы приобрете его руку помощи. И когда тебе очень сложно станет, придадут к тебе те, кто с тобой дружелюбны, с кем ты дружелюбен был, с кем ты искал отношения, там, где ты строил домашнюю группу, они придут к тебе и дадут тебе тот кусок хлеба починит твой холодильник. Они придут к тебе в гости, посетят тебя в больнице. Может быть, привезут твоего ребенка вместе с тобой из родильного дома, пойдут специально. Это то, что Бог хочет видеть в своей общине. одиночество, как оно побеждается, так как ты приходишь к Богу и ты говоришь, Абба, вот я, ранами твоими я исцелен, мои грехи ты понес на себе и все, что сегодня нужно для тех, кто, может быть, не примирился с Богом, может быть, до сих пор еще боретесь, вы не соглашаетесь с этим, у вас уже все болит, все ваши внутренности, как у Якова его бедро, а вы говорите, все равно буду бороться. Он говорит, ты мне скажи, что ты хочешь? Не, я буду бороться. Если вы на этом месте никогда не принимали Бога личным спасителем, если вы никогда не обращались к Ишуа, Господу Мессии Израиля, это шанс, потому что наш народ, он постоянно боролся с Исаией 53, постоянная борьба, тот ли он или нет, что мы получим, когда мы примем его личным спасителем, я вам говорю, то же самое, что получил Яков, спасенная жизнь, примирение с братом, умножение семейства, наследие и самое главное, спасение, спасение, для нас это важно, поднимите ваши руки к Богу, помолитесь простой молитвой, Отец Небесный, я устал от одиночества, и я рад, что я в твоей семье, в семье, искупленной тобой народа, в семье, где ты есть Царь и Господь, и я хочу, чтобы ты был моим Богом и Царем, я признаюсь я грешником, я признаюсь в том, что ты есть мое спасение, сейчас исповедую тебя моим спасением, ты умил воскрес для моего оправдания и мое одиночество, при всех моих разговорах по телефону, при моем смотрении интернета, телевизора, всего, что меня окружает, при всем этом, Господь, все мое одиночество, я считаю, что это все равно грех, я считаю, что я должен отречься от него, я присоединяюсь к жизни, а не к смерти, ты мой Бог, на тебя надеюсь, на тебя полагаюсь, я прошу, благослови, омой меня, освети, и пускай этот сукот, который он остает моим избавлением, Господь, чтобы он стал радостью для меня, радость во Святом Духе, когда ты выводишь меня из дома рабства, даешь передо мной перспективу, и, Господь, ты покров мой, защита моя, ты обеспечитель мой, ты мой Бог, на которого надеюсь, я прошу тебя, будь со мной, ваше, ваше, и осво. Амин. Иесуа. Иесуа. Субтитры сделал DimaTorzok Как хорошо и приятно братьям быть вместе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок